Уважаемые коллеги, здравствуйте. Действительно, вот то вступительное слово профессора Воробьёва о том, что есть проблемы и с гематологами, и, соответственно, с неврологами на местах, она привела к тому, что мы сейчас встречаемся с теми пациентами, которые совершенно не укладываются в общую картину традиционного диагноза остеохондроз-дорсопатия. И вы, как терапевты, я всегда говорю, что вы первая та линия, которая должна правильно поставить диагноз. Сейчас очень много артериитов токояса, воскулитов, ну и вообще ковид нам преподнёс огромное количество интересных больных, но при этом мы с вами остаёмся в рамках чётких каких-то рекомендаций лечения и болевых синдромов, и каких-то других нозологий. И вот встаёт вопрос, ну практически согласитесь, что каждое заседание общества терапевтов, общества неврологов, ревматологов так или иначе посвящено проблемам терапии боли. И здесь, казалось бы, ну настолько всё ясно, нестероидные противовоспалительные препараты, золотой стандарт. И вот вопрос, а при чём же здесь Алиса? Я очень люблю Люси Керрилла, и, наверное, многие со мной согласятся, что эта книга не совсем дооценена, в том числе и в медицинском сообществе. Ведь что происходит у нас? Я приведу только цитаты Лоиса Керрилла. «Всё страшнее и страшнее». Извините, я специально исковеркала эту цитату, потому что всё страньше и страньше не совсем адекватно в нашей медицинской ситуации на сегодняшний день. Всё чудесатее и чудесатее. И действительно, там есть такая фраза, что мир полон абсурда, и на всём этом можно потерять голову. Но что же в нашей реальной клинической практике сегодня и страшное, и странное? Это то, что, с одной стороны, мы видим резкий подъём такого глобального увеличения, глобального бремени боли в пояснице и боли в спине. То же самое можно говорить об остеоартритах. При этом я уже вам сказала, что боль помолодела. И сегодня мы больше встречаем людей, с впервые выявленной болью в спине от 18 до 45 лет. То есть то, что идёт в градацию молодой пациент. При этом совершенно не значит, что меньше стали болеть пациенты более старшего возраста и позднего возраста. Но при этом мы сегодня прекрасно понимаем, что любая взрослая категория имеет обязательную необходимость назначения лекарственных препаратов. И здесь получается вот та ситуация очень странная. Ведь каждый экстраполирует на себя, приходит молодой пациент. Что он от вас хочет? Моментальный укол, чтобы всё прошло. Или чудо-таблетку. Мы такую таблетку не всегда можем предложить. Пациент уходит, лечится сам, обращается в интернет к экстрасенсам, знахрокам и так далее и тому подобное. С одной стороны. А с другой стороны он идёт в аптеку, где самостоятельно покупает лекарственные препараты. И здесь тенденция не только у молодых, но и у пожилых пациентов. И вот посмотрите, пожалуйста. Применение анистероидных противовоспалительных препаратов Российской Федерации за последние 10 лет по анализу, опубликованными в журнале «Качественная практика», действительно растёт. И при этом в мире эта тенденция имеет, на мой взгляд, ужасающую тенденцию. Ужасающие сроки проявления, так если можно сказать, посмотрите. Ежедневно, сознательно или бессознательно потребляется более 30 миллионов аспириновых или не аспириновых нестероидных противовоспалительных препаратов. И сегодня нельзя говорить, что какая-то страна более активно использует нестероидные противовоспалительные препараты, другая менее активна. В открытом доступе есть данные о том, сколько тратится здравоохранение тех же Соединённых Штатов Америки, европейских стран, наших, на как раз выписку рецептов, связанных с обезболиванием. И в этом плане надо, опять же, очень чётко понимать, что чистота приёма лекарственных средств, она, конечно же, имеет вариации. Не будет наш пациент, имеющий болевой синдром, периодически пить каждый день обезболивающий, но он будет принимать другие препараты, которые создадут фон для тех межлекарственных взаимодействий, которые потом, даже при первом приёме нестероидного противовоспалительного препарата, вызовут побочные эффекты. Конечно же, все более-менее подкованные врачи рассказывают своему пациенту, как и зачем пить. Но опять же, уважаемые коллеги, мы с этим сталкиваемся, а не каждый пациент попадёт на приём, потому что и запись есть сложная, и опять же, возможность врача-терапевта, она, к сожалению, очень ограниченная. И надо электронную историю болезни запомнить, и рецепт выписать, и диагноз поставить, и шифры поставить. И в результате наш пациент идёт в частный центр, где очень, так скажем, не всегда адекватно назначают схему терапии, добавляют, да, используя, конечно, клинические рекомендации антиконвульсанты, антидепрессанты, но опять же, даже на частном приёме не всегда у врача хватает времени рассказать пациенту, что это за препараты и как их можно комбинировать между собой. Но и опять пациента коморбитный. Мы сегодня видим, особенно после пандемии COVID-19, что у нас нет пациента с одной какой-то болезнью. Это традиционно. А после COVID-19, со мной согласитесь, мы сейчас имеем и поражение центральной нервной системы, и синдром хронической усталости, который можно характеризовать как хронический воспалительный процесс, и частые ОРВИ, ОРЗ, которые идут на фоне сниженного иммунитета, и постоянные болевые синдромы, разная локализация, ну и, конечно же, традиционная артериальная гипертензия, сахарный диабет и другие соматические проблемы. И вот в этой ситуации очень сложно реально оценить, какой препарат будет работать. Почему? Ну, я не открою, наверное, Америке, что практически каждый препарат имеет свою нишу, имеет плюсы, минусы, и мы с вами всегда говорим, безопасность и эффективность должны быть сопоставимы для выбора лечения у коморбитных пациентов. Но за последнее время появились совершенно новые данные о том, что не только вот та эффективность и безопасность, которую мы привыкли очень четко отслеживать, и действительно мы ее хорошо знаем, но и сам препарат, имеющий определенную ту или иную химическую структуру. Почему? Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что исследования ЦОК-1 и ЦОК-2 и связанные с этими побочными эффектами, они очень хорошо изучены. И мы знаем, что у пациента с кардиорисками мы будем избегать те или иные препараты, у пациента с нефротоксичные препараты будем избегать, если есть проблемы с мочеводелительной системой. Но при этом сегодня начинает активно изучаться и все больше и больше имеет и, так скажем, прикладное и терапевтическое значение так называемые соконезависимые механизмы. И вот именно здесь очень важно понимать, что такие препараты на сегодняшний день, как, например, немисулит, он рассматривается именно как потенциальный кандидат в профилактические и терапевтические стратегии, потому что именно эта ситуация связана с ЦОК-независимым механизмом. И если мы посмотрим сегодня лечение онкологических заболеваний, здесь тоже отдается предпочтение как раз препаратам, имеющих вот такой противовоспалительный независимый механизм действия. Что это такое? Ну, во-первых, сегодня ЦОК-независимые механизмы это то, что принято считать как многофакторные варианты действия нестероидных противовоспалительных препаратов. Это, конечно, ингибирование адгезии лейкоцитов и нейтрофилов. Это ингибирование матричных металлопротеиназ. И здесь очень важно, обращаю ваше внимание, что именно воздействие на матричные металлопротеиназы дает позитивную, так скажем, деятельность того или иного нестероидного противовоспалительного препарата у молодых пациентов с синдромом гипермобильности и дисплазиями. Дальше, что еще очень интересно, это ингибирование CMF в специфическое фосфодисты разом. Действительно, здесь мы уже немножечко входим в другую область лечения боли, поскольку данные препараты использовались и в пульмонологии, и в некоторых терапиях других неврологических заболеваний. Но вот что еще очень важно, и сегодня этот механизм заслуживает особое, на мой взгляд, внимание, потому что еще раз возвращаясь к проблеме постковидной ситуации в мире, мы видим большое количество заболеваний, при которых используется глюкокортикоид. И вот активация глюкокортикоидных рецепторов, усиление внутриклеточного фосфорилирования и связание рецептора с целевыми генами, это как раз то, что можно сегодня экстраполировать на анистероидные противовоспалительные препараты, и в частности было изучено только для немесулида, а не для каких других анистероидных противовоспалительных препаратов. И сегодня почему больше такой акцент чаще делается на химическую структуру? Опять же возвращаясь к тому, что сегодня мы знаем, что благодаря своей химической формуле по-разному связываются с рецепторами анистероидные противовоспалительные препараты, и эти препараты, соответственно, имеют те или иные выраженные неспецифические эффекты, которые позволят нам прогнозировать появление или отсутствие побочных эффектов. И вот я уже несколько раз вам говорила, немесулит, немесулит. Так вот, немесулит – это препарат, который имеет уникальную химическую структуру, принадлежащую классу сульфаналонидов. Действительно, эта структура позволяет быстро связываться с рецептором, за счет чего немесулит в 5 по разным источникам 20 раз сильнее ингибирует СОК-2, чем СОК-1. Тем не менее, несмотря на преимущественное подавление активности СОК-2, он оказывает комплексное сбалансированное влияние на обе формы. И очень важно, почему мы говорим вот о побочных эффектах, когда есть активация СОК-1 и СОК-2. Концентрация в терапевтической немесулита ингибирует 88% активности СОК-2 и 45% активности СОК-1. И очень важно, что действие на СОК-2 сохраняется более длительное время. Что это нам дает? А это нам дает возможность пролонгированного эффекта и, соответственно, возможности варьировать с концентрациями. Ну и, конечно, вот такой своеобразный механизм обусловливает действительно низкую частоту возникновления нежелательных реакций с стороны желудочно-кишечных трактов, кардиоваскулярную безопасность. И, главное, я опять возвращаюсь к молодым пациентам. Дает возможность применения у молодых пациентов при патологии суставов и в том числе дисплазеем и гипермобильностью. Почему действительно это так? Я не голословна. Потому что давно изучено действие на воспалительный пол, хондропротективный, дополнительный эффект. Вот ни в коем случае нельзя говорить, что немесулиты – это хондропротекторы. Нет. Они работают за счет своей как раз активности усиления синтеза протеангликана, подавления апоптозы клеток и антиоксидантной – снижения перекисного окисления липидов. Ну и, конечно же, непосредственно действие на нотоцептивный болевой синдром. И сегодня вот этот многофакторный механизм действия немесулитов изучается во всех странах мира. И сегодня, опять же повторяю, появилось очень много данных о возможности действия на глюкокортикоидные рецепторы, о которых я вам говорила, что как раз терапевтические значимые дозы работают как вот такой индуктор внутриклеточного фосфолирования и активации глюкокортикоидных рецепторов. Что это нам дает в клинической практике? В клинической практике это нам дает, что быстрый обезболивающий эффект. Действительно, в исследованиях немесулит показывал снижение интенсивности острой боли на 15-20 минуте. И обращу ваше внимание, что в этом исследовании была такая попытка оценить действия обезболивающих других нестероидных противовоспалительных препаратов при разной патологии. Это травмы, хирургическое больство, мотология, гинекология, поражение околосуставных тканей. И посмотрите, был и целикоксип, и диклофенат. И действительно, немесулит показал такие хорошие показания. Но сразу встает вопрос коморбитный пациент. Почему нам действительно Алиса говорит о том, что мы видим фасад нашего пациента, но должны и видеть задние, так скажем, дворы его состояния. Потому что мы сегодня не можем четко говорить, какой из факторов коморбидности сыграет для появления побочных эффектов. О чем я сейчас говорю? Опять же, учитывая то, что сейчас очень много пациентов с извращенными аллергическими реакциями, мы должны и это оценивать. Мы должны понимать, что любой другой ранее не используемый лекарственный препарат у пациента может вызвать вот такие аллергические реакции. Ну и, конечно же, наличие артериальной гипертензии и любой кардиоваскулярной патологии, и желудочно-кишечной патологии. Это усиливает риск коморбидности. И мы с вами не используем в своей клинической практике. Я всегда говорю, очень жалко, что есть индекс коморбидности, который считается очень легко, и в европейских странах он используется, особенно в гириартрее. И когда этот индекс больше двух, здесь надо поднимать вот такие красные флаги и внимательно смотреть на пациента. И в данном случае я опять буду сегодня возвращаться к немесулиду, потому что о нем очень много сейчас новых публикаций. Так вот, оказалось, что немесулид показывает низкий риск развития осложнений в сравнении с другими препаратами. И это в том числе и повышение артериального давления, и язвы, и диспепсии, и повышение аллата. И в этом случае мы видим очень высокую приверженность к терапии. То есть пациенты редко отказываются от использования немесулида в терапевтических дозах. Ну и, конечно же, мы сегодня имеем большое количество препаратов немесулида на нашем рынке. Один из препаратов, имеющий очень большую доказательную базу, и, собственно говоря, хорошую репутацию – это, конечно, препарат NICE. Немесулид производства компании «Доктор Рэдис». И вот немесулид, еще раз повторяю, а именно NICE, также сегодня является безопасным препаратом, наиболее изученным. И в этом плане очень важно говорить о том, что имеется низкий риск инфаркта миокарда при использовании препаратов немесулидов в шесть популяционных исследований. И опять ваш вопрос, и опять я возвращаюсь к Олесе. Парадокс. Все, что сказано три раза, становится истиной. Или еще раз о гепатотоксичности. Вот практически сидящий каждый по ту сторону экрана говорит, ой-ка, да, Марина Викторовна, вы рассказываете о немесулидах, а вот гепатотоксичность, а вот мы читали. Так вот, опять же, если мы говорим о гепатотоксичности, и возвращаясь к препарату NICE, а я сегодня о нем говорю, посмотрите, пожалуйста, анализ спонтанных сообщений и о серьезных осложнениях, связанных с нимесулидом NICE. Было назначено за определенный период с 2009 по 2014 год 104,2 миллиона упаковок препарата NICE. И всего 5 сообщений о гепатотоксичности. Вот вам ответ. Хотя мы постоянно говорим о том, что еще в 16-м году профессор Крес приезжал в Россию, как раз был консенсус по немесулидам. Он это подтверждал и доказывал в своей собственной практике анализами препаратов, использованием препарата в различных странах. И вот сейчас мы точно с вами можем говорить уже о том, что Алиса в данном случае нам тоже помощница, и мы не должны верить всему на слово. Но и еще сразу встает вопрос лекарственных взаимодействий. Я, коллеги, прям вас просто умоляю, когда пациент к вам приходит первый раз, но сложно молодым, наверное, врачам легче сделать, составить в голове или в планшете схему, какие препараты он принимал, от какого врача он пришел для того, чтобы избежать этот риск лекарственных взаимодействий. Для молодых пациентов крайне важно оральные контрацептивы, эстроген-содержащие препараты, потому что они сами по себе провоцируют риск развития тромбоза. И вот здесь очень важно, что у немесулида нет лекарственных отрицательных взаимодействий, не повышается риск тромбоза. Гипобликемические препараты тоже не замечено в взаимодействии у немесулида. Антидепрессанты нет, миорелаксанты нет. То есть в данном случае мы говорим о том, что препарат действительно. У нас сегодня с вами мало времени, я думаю, в следующий раз я обязательно объясню, почему такая хорошая тенденция к отсутствию отрицательных лекарственных взаимодействий. Ну и, конечно, как, наверное, более часто встречающиеся проблемы – это артериальная гипертензия. И вот здесь исследования доказывают, что немесулид имеет менее выраженное влияние на уровень артериального давления, что крайне важно, потому что пациент, который очень часто пытается сам коррегировать боль и принимает гипотензивные препараты, к сожалению, не застрахован от различных ситуаций, которые могут привести к острым нарушениям мозгового кровообращения. И в данном случае, подытоживая как бы наше с вами такое маленькое путешествие в страну чудес, я хочу сказать о том, что действительно немесулиды, и в частности препарат Найс на сегодняшний день, имеет и уникальный механизм действия, и, соответственно, быстрая фармакокинетическая особенность, быстрый анальгетический эффект, возможность применения коморбитных пациентов, отсутствие лекарственных взаимодействий, приверженность терапии. И в данном случае, когда возвращаясь к выбору препарата, я хочу сказать, что Найс в данном случае это оптимальная таблетка, которая, собственно говоря, быстро растворяется и всасывается в считанные секунды, что очень важно для повышения приверженности к терапии наших пациентов. В состав таблетки входят специальные дезинтегранты, в составе, опять же, которые позволяют быстрому высвобождению действующего вещества. И в данном случае можно говорить о том, что мы имеем относительную приверженность, именно относительную, то есть если вы объясните пациенту, при высокой эффективности и безопасности. Ну и, конечно, я в заключении своего, так скажем, короткого спитча опять возвращаюсь в страну чудес. Итак, не грусти, сказала Алиса, рано или поздно все станет и понятно, и все станет на свои места, и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, и потому что все будет правильно. И в заключении своего выступления я обращаю ваше внимание на то, что каждый из врачей может навести вот сейчас камеру на QR-код, где разработчики программы, программа называется Nice Look Insight, помогают нам с вами увидеть, что происходит с пациентом при заболевании позвоночного столба, реально показать пациенту, ну и, конечно, выбрать вот тот алгоритм, о котором мы сегодня говорили, ну и, конечно, 3D-модель позволяет повыить приверженность у пациентов молодого возраста. Благодарю за внимание, постарался уложиться. Да, прямо вот в секундах уложились. У нас, видите, там счетчик заработал. Спасибо большое. Я забыл вас представить, вы профессор кафедры клинической фармакологии 2-го меда, с ужасом читая имени Юрия Балаусова. Борисович, да, она теперь стала такая. Потому что, конечно, для меня Юрий Борисович живой, ну это просто такой был друг и товарищ, и так это обидно, что он довольно рано ушел из жизни, многое не сделал, хотя человек был безумно талантливый. Ну ладно, это уже такие сентенции старческие начинаются. Хорошо, значит, у меня несколько вопросов, пока люди тут пишут. Вот, значит, смотрите, ну вы сами затронули тему постковидного синдрома, значит, мы это все-таки называем постковидным синдромом, мы пока не готовы передать это в синдром хронического усталости, хотя они абсолютно идентичны, тут у меня нет вопросов, но поскольку мы нащупали такую жилу терапии постковидного синдрома, и больных много, то мы их пока все-таки держим вот под этим термином, потому что к синдрому хронической усталости у врачей вообще отношения резко негативные. К постковидному, то они не хотят его слышать, а к синдрому хронической усталости они всех отправляют к психиатру, хотя это чистой воды органика, это абсолютное поражение тромботической микрососудов, в первую очередь нервной системы, со всем спектром различных проявлений, включая, конечно, болевые синдромы, тяжелые болевые синдромы. Вот, и у меня в связи с этим вопрос. Мы лечим постковидный синдром антикоагулянтов, премиумеральными антикоагулянтами, да, и Литвис, и Сорелка, и Продакса. Мы всем жестко рекомендуем отменить НПВС, но в первую очередь, конечно, мы на аспирин смотрим, потому что это самое страшное сочетание антикоагулянта с аспирином. Что-нибудь известно про сочетание с антикоагулянтами миссулида? Спасибо за вопрос. Мы начнем с того, что я, как невролог, буду сейчас с вами вступать в такую полемику. По клинической. Не-не-не, я объясню. Дело в том, что антикоагулянты в постковидный синдром мы назначаем сроком до 35 дней. Максимум. Остальное флейбер. А зачем? Работает. Отменяем, все возвращается. Правильно, не возвращается. Там есть препараты более другого работающего ряда, тот же диперидамол, если вы хотите. Мы говорим о микроциркуляции, тот же дузофарм на афтидрофурил. И клиническая картина микроангиопатии, кагалопатии, она совершенно нивелируется у этих пациентов. Да, если мы видим тромбозы, мы туда можем добавить. Остальное, это назначение оффлэйбл совершенно не, так скажем, обоснованное. Потому что антикоагулянты... Вы с нами не будете спорить, потому что мы придумали, мы лечим. У нас есть собственная рекомендация Московского городского научного общества терапевтов и огромный опыт. Тысячи пациентов. Длительность, длительность, постоянных, какой вы на основании какого вот... Ну ладно, у нас будет тогда слишком долгая дискуссия. Тогда вернусь к тому, что, понимаете, мы тоже имеем очень и те же рекомендации, в те же мартыновские рекомендации мы со своими исследованиями в таком цитадель вошли. Есть данные о том, что можно короткие сроки, но я категорически против назначать антикоагулянты и нестероиды. Вот это мое личное мнение, потому что здесь все-таки надо быть осторожным. Вы имеете в виду сочетание антикоагулянтов и нестероидов? Да, да. Когда мы используем активно антикоагулянты, еще раз повторюсь, что в принципе вот таких выраженных лекарственных взаимодействий, особенно по последним данным, у не месолида нет. Можно назначать. Более того, исследование АПЕКСАБАНА, вот там тоже показалось субанализ, что можно использовать короткие циклы нестероидных противовоспалительных препаратов, но мы с вами сегодня разговариваем с большой аудиторией терапевтов и, я думаю, неврологов, и, на мой взгляд, главное, они должны себе ответить на вопрос надо, зачем, кому. И в данном случае, если есть необходимость такого обезболивания именно с нестероидными противовоспалительными препаратами ВИТО, надо оценивать риски. Если можно уйти от нестероида, а нельзя уйти от антикоагулянтов, пожалуйста, есть другая линейка обезболивающих препаратов, или же, наоборот, уйти от антикоагулянта, ведь мы нестероидные назначаем определенные курсы. 14 дней длительность только ревматологические заболевания. Неврологи не... Не забывайте о том, что там 10-20% это артриты. Артриты тоже. Соответственно говоря, по рекомендациям и тех же европейских, наших обществ, артриты тоже на сегодняшний день нестероидами длительно не лечатся, за исключением, еще раз повторяю, когда есть ревмозаболевание. Там сейчас рекомендации глюкозамин-пептидных комплексов, глюкозамин-гликановых и различных других симптоматических, они не так сейчас называются, но все равно препараты СИС-АДАА. Это и пластыри, это и инъекции, то есть это уже отдельная тема лекции, здесь можно долго... Ну, тем не менее, такие больные появляются, и, кроме того, не надо забывать, что у нас есть что, еще фибрилляция, где-то назначаются антикоагулянты, и с больных тоже могут быть проблемы с болями, и вот НПВС, тут, конечно, вопрос всегда большой. Согласен. Ну, тут я просто обращаю на это внимание, потому что аспириновые кривотечения на фоне антикоагулянтов, это тихий кошмар. Согласен. Согласен. Если в анамнезе затек квинки на сурфодимизин, может ли быть аллергия на немесулит? Такие случаи не описаны, но еще раз повторяю, что все-таки, все-таки, когда вы первый раз делаете, нужно пациента предупреждать, смотреть, и если есть в анамнезе какая-то аллергия, ну, опять же, это сугубо мое личное мнение, я первый раз всегда назначаю под каким-то прикрытием. Это мое мнение, если есть аллергический какой-то анамнез. Можно уйти на другой препарат, пожалуйста. Ну, я с прикрытием не дружу очень. С другой стороны, сейчас столько отеков квинки, непонятно на что, особенно у молодых людей, это просто какая-то катастрофа. Я вообще в жизни своей не видел никогда отеков квинки. А сейчас направо и налево, куда ни плюнь, дети, подростки, уже достаточно взрослые люди с отеками квинки. С другой стороны, я вижу, что эти отеки квинки не смертельны. То есть, в принципе, они довольно легко оккупируются, как ни странно. Но врач должен знать о них, потому что... Нет, знать не надо, но просто там, понимаете, одно дело анафилактический шок, от которого понятно, просто нас учили, что отек квинки это смертельная штука. Раз и задохнувся. И ничего подобного. Ну, отек, ну, крапивница. Ну, это просто быть готовым. Вы затронули, на мой взгляд, очень важную, очень актуальную тему. Почему? Вот с чем мы сталкиваемся сейчас? Мы сталкиваемся, что практически, ну, 90% молодых пациентов приходят так называемым с хроническим цитокиновым штормом. Что это такое? Это жалобы на немотивированные подъемы температуры по утрам. Это может быть лимфоденопатия. Это может быть вот та слабость остыне, и он идет к терапевту. Терапевт, понятно, просто ничего не находит. А пациент страдает качество жизни, и вот на этом фоне любая, так скажем, новая ситуация может вызвать аллергическую реакцию вплоть до отека квинка, и здесь появляется все больше и больше пациентов, так называемый, с перекрестной синсетизацией. То есть не на тот препарат, который, или на то лекарство, извините, на тот пищевой продукт, который был. То есть здесь вот надо быть просто внимательнее. Надо внимательно быть готовым и не очень пугаться. Да. Я хотел бы заметить. Иметь знание. Вот когда знание, вооруженность. Опять же, нас учили, что если есть там крапивница, то будет анафилактический шом. Да ничего подобного. Ничего подобного. С вами абсолютно согласны. Тем более сейчас хронической крапивницы так много. Да. Что. Так. Имеет ли насть воздействие на почки больных с ХБП? В данном случае оценка всех популяционных исследований говорит, что нет, он безопасен. Но опять же, понимаете, вот мы всегда говорим о безопасности. Каждый пациент индивидуален. По большому случаю, по большому, так скажем, счету безопасен. А дальше смотрим. Ну, ХБП всегда по любому препарату это тема для беспокойства. Да, и КФК смотрим обязательно, если у нас больной имеет выраженные, собственно говоря, всегда надо быть врачом. Наверное, вот так можно сказать. При онкологических болях, если один миссулит становится недоставшим, совместим ли он с термодолом? Да, да. Наверное, даже с наркотиками совместим. Да, да. Вот в этом плане как раз миссулит имеет очень хорошие базовые комбинации, которые, собственно говоря... Значит, я напомню вообще общий принцип лечения хронических болей, а это хроническая боль обычно, что комбинируется несколько разных препаратов всегда. Один препарат не надо назначать, это неправильно. потому что сочетание препаратов снижает дозировки и, соответственно, снижает риски каких-то побочных эффектов. Ну, и кроме того, при пухолях тоже не забывайте о такой препарате, как НОШПА. Да, потому что там везде есть спастический компонент, на болевом синдроме всегда идет спазм, и простые препараты, ну, Мирлаксант, пожалуйста, я НОШПА уж так для примера. Вот, эти препараты усиливают, потенцируют противоболевой эффект любого из этих препаратов. Просто надо это иметь в виду, поскольку, ну, НОШПА-то совсем безопасно, а действительно эффект от нее есть. Так, детский возраст при приеме мисулида. Еще раз, детский возраст, вы знаете, это отдельная тема, потому что у нас нет клинических исследований во всем мире до 18 лет. Как обычно. Да, а так? Офф-лэйбл на себя берите, пожалуйста. Я взросл. Предпосылок, что это как-то влияет на детей от рецепта. Не видно, да. Мы знаем, что 90 примерно процентов препаратов никогда не испытывались на детей, они формально противопоказаны. Но, пожалуйста, агулянты мы спокойно даем, и сколько мы не спрашиваем, а педиатров, а акушеров, они тоже дают. Вы знаете, я вот недавно, извините, перебиваю, но просто у нас с вами такая интересная беседа, что не могу молчать, называется. Я буквально недавно... Алиса у нас. Да, Алиса, ну, мы же с вами все чудесати и чудесати. Алиса, правда, имеет другое звучание. так вот, так вот, фирма Байер и Ревраксабан сейчас во всем мире зарегистрировала эмульсию для детского возраста. Вот это вот к нам пока не дошло, но... Прям полная флейба. Ну, посмотрим. Нет, мы просто все время у нас возникали вопросы на ковиде и на ковидном периоде, а можно ли беременным, можно ли детям. Ну, мы всем говорили, что можно. Никаких формальных... Ну, знаете, мы долго занимались инсультами у беременных и, конечно же, ну, не прямые оральные, а такие антикоагуляторы. Антикоагуляторы. Куда же без этого. Ну, хорошо, вопросов, я так понимаю, что больше нету. Спасибо за подробные ответы, тут благодарность у всякие. Спасибо. надеемся, что мы с вами еще проведем какой-нибудь раунд. Спасибо, с удовольствием, особенно по постковидному синдрому. Спасибо. Приглашаем к сотрудничеству. Спасибо, до свидания. Так, следующее выступление у нас Андрей Александрович Родионова, уже привычная для всех, для нас волшебная пуля. Сегодня она имеет подзаголовок гиперкортинии или подагра, связаны ли они. Пожалуйста, вам слово. я опять выхожу из... А, нет, я остаюсь, подождите. Да-да, мы же с вами на пару. Да, добрый вечер. Пуляемся на пару. Добрый вечер, уважаемый Павел Андреевич, добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели. Вечер уже, да, наверное, можно. Позвольте приступить к сегодняшней пуле, попробуем пострелять по подагре. И начать, как обычно уже, не обычно, но у нас уже становится доброй традицией с байки. Адрес этой байки, я таки ее нашел. На самом деле, она была опубликована в 1984 году в журнале «Крокодил» за номером третьим страницы пятой. Поскольку все это в интернете есть, можно посмотреть. Байка такая, что Иван Андреевич Крылов, наш великий баснописец, страдал от подагры. И ему один из его родственников, знакомых, друзей, доброжелателей прислал ящик вина. Ящик вина, якобы это вино должно помогать при приступах подагры. Мы знаем, что сто лет назад медицины как таковой не было в клинике внутренних болезней. Но бог с ним. И вот... Но не сто лет назад жил, ладно вам. Ну, раздрежник. Что? Больше, больше, нет. Ну, даже сто лет назад, что уж тут можно говорить, а уж тогда, во времена Крылова, совсем все было печально. Итак, вот он ответил таким посланием. Кум, благодарствуюсь за вино, был рад приязненному дару. Видать, целебное оно, но я предпочел ему подагру. Вино ведь было настолько невкусно, что подагра она предпостительная. Ну, еще опять же классика. На этот раз Николай Некрасов, кому-то и сижить хорошо. Молюсь, оставь мне, Господи, болезнь мою почетную, по ней я дворянин, ни вашей подлой хворостью, ни хрипотой, ни грыжей, болезнью благородную, какая только водится у первых лиц в империи, я болен, мужичье. Подагрой именуется, чтобы получить ее, шампанское, бургонское, токальское, венгерское, лет 30 надо пить. Ну, это вот другая, другое представление, когда заметно было, что подагра связана с вином. Ладно, немножко попляшем от истории к современности. Я прошу прощения, вот что-то как-то историю иногда забываем, но вещи интересные. Понятно, что подагра это болезнь королей, или король болезней, существует, ну, не понял, как существует представление о том, что по-видимому болезнь, как подагра, как болезнь была идентифицирована египтянами, древними египтянами, почему-то в 2640 году до нашей эры. Ну, понятно, что примерно, понятно, что примерно, если будете кидать у меня гнилые помидоры или забрасывать камнями, то это я взял в статье, вот внизу она представлена, прямо в ДОИ, проверяйте, смотрите, кстати, шикарно, настолько было интересно ее читать. Ну, сороковой год очень впечатляет. Да, 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 2640, я думаю, что это был еще понедельник, 8 декабря. Тут уже ничего не сделаешь. Считается, что впервые описана литературно, она была, скажем, в письменных источниках, напрямую Гиппократом, прямо самим Гиппократом, в 400 году до нашей эры, ну, наверное, тоже в декабре месяце, в декабре очень полезный месяц для археологов, вот, описано врачом, вот, хорошо описано врачом, именно подагрические приступы, это Сиденгам, британец, который, собственно, страдал от этой подагры, и в 1683 году описал, вот, описал и оставил после себя вот это вот описание, описание подагрического артрита, как мы сейчас сказали, в 18-19 веках открыты были кристаллы из тофусов, выделены были, роль уратов была определена где-то к середине 20 века, а в конце концов еще Маккардий и Холлендер выделили в синавиальной жидкости ураты, после чего, ну, вот, нынешняя концепция патогенеза, хотя сейчас есть небольшой попытки отойти от нее, но она, в общем, в основном сформировалась, не пропала, к настоящему, да, как-то перескочил через слайд, хорошо, что я его заметил, и так, соответственно, что у нас из себя представляет подагра, это рецидивирующие приступы острова артрита, возможно развитие хронической артропатии и также болезни почек и длительной гиперритемии, если мы посмотрим современные клинические рекомендации, даже не клинические рекомендации статьи, то в настоящее время концепция такая, что подагра это гетерогены, это несколько заболеваний, которые имеют в основе как бы одну природу, одну причину и могут проявляться в виде гиперрюкемии, то есть никак не проявляться, могут проявляться в виде болезни почек, почекаменные болезни могут проявляться в виде рецидивирующих приступов острова артрита, а могут в хронической артропатии. что там ее